Мы на мосту Виллинген! У-ху! Вот, мы подошли на одну из станций прохода на мост. Можно зайти с двух сторон. Но это было ближе к нам, к нашему месту проживания. В общем, здесь можно даже водичкой купить автомат, сходить в туалет. И вот касса, там стоит девушка и автомат есть. Билет стоит 11 евро с человека взрослый. В интернете было написано, что только оплата картой. А нет, можно оплатить и наличными. Вот, всё, идём. Идём, проходим. Просканировали билетик. И вот мы уже здесь, на площадке. Можно сделать здесь себе жетон. Что-то здесь был. И вот здесь куча маршрутов. Ага, смотровая площадка 838 метров. В общем, масса-масса всего, масса развлечений, даже в летнее время. Ну, а зимой, конечно же, это лыжный курорт. Вперёд, приключения! Мы пошли! Он так немножко шатается, меня пошатывает. Камера без стабилизатора. Но это невероятная конструкция. Класс! Ребята, сюда обязательно стоит заехать, зайти. Вид открывается на городок внизу. Скорее всего, что это... Нет, это не Усиль. Усиль в четырёх километрах. Это, получается, Виллинген, скорее всего. Свисроп. Да, мост был построен швейцарской компанией. Год по стройке не помню, но это и не важно. Классный мост, ребята, замутили. Ой, я считаю, что нам повезло. Мост выдерживает до 750 человек. Вот. А сейчас вам практически никого нету. Мы пошли во второй половине дня. Я думаю, с утра здесь загруженность побольше. Хотя, скорее всего, здесь люди сюда приходят. В любое время, года и суток. Он работает до 21. Это чудесное место. Вообще обалдеть. Получается, трамплин здесь, да, тренировочная база. Прыгунов, лыжников. Но вид открывается на долину нереальный. Просто нереальный вид. Написано, что мост выдерживает до 170 км в час порывы ветра. Но его качает, да, качает, пошатывает. Особенно, когда вот много людей идет. Он так болтается в разные стороны. Да, конечно, 665 метров прогулки. По такому пейзажу. Я думаю, вряд ли кого-то оставит равнодушным. И здесь лыжный трамплин. Я уже говорил. Лыжный трамплин. Тренируются пацаны. Интересно, а не только... Наверное, только зимой. Хотя есть лыжные трамплины, где можно тренироваться. Там покрытие искусственное. Можно тренироваться. Круглогодично. И вот самые смелые, которые... Можно подняться вот и пройтись по ступенькам. Вверх и вниз. Эти обалденные сиреневые шишки. Обалдеть можно. Мы практически добрались. На ту сторону. И вот мы добрались на верхнюю станцию. Здесь лифт-подъем на трамплин. Я думаю, туда можно тоже заскочить, посмотреть. Да, люди там снимают оттуда. Мы на верхней станции. Отправляемся в обратное путешествие. А вниз мы решили спуститься по ступенечкам. Вдоль трамплина. Никогда я не был на трамплинах. Никогда не видел трамплины. Вот так они выглядят летом. И умные люди сделали ступенечки. И можно по ним вот так вот пройти. Чтобы второй раз не идти по мосту. Не подвергать себя такому стрессу. Можно так на Чиле. Кайфануть. Посмотреть на ромашки. И спуститься вниз. Очень крутые эти ступеньки. Прям смотришь, как на американских горках. Сразу они уходят вниз никуда. Обалдеть. А это вот приземление. Место приземления. С трамплина. Тут все в этих ромашках. Такие они позитивные вообще. Так, промежуточная станция. Еще внизу ромашковое поле. А мы продолжаем двигаться вниз. По ступенькам спускаться вообще классно. Мы спустились вниз. И, кстати, напряжение в ногах очень чувствуется. Даже вот от спуска вниз. Здесь вот люди приезжают на трейлерах. Ну, это очень суперская точка. Переехать отдохнуть. Если ты путешествуешь на машине по Европе. Просто обалденское место. И вот внизу здесь такая классная кафешка. Фан-шоп. Можно посидеть на террасе. Отдохнуть. Но нам теперь главное найти как-нибудь такси. И отсюда уехать. Потому что сюда люди заезжают на машинах. Ну, ничего. Я думаю, мы найдем. А тут, оказывается, свадьба. Мы пришли что-то съесть. Но люди едят как бы. Мы не очень голодные. Уже будем кушать. Ёлки красивые. Будем кушать там у нас несколько ресторанчиков. Ну, невеста, конечно, так себе. Место посимпатичнее, чем невеста. Ну, чувак думает, хоть как-то скрашу себе жизнь. Хоть запомню место свадьбы. Это был сарказм и шутка. Сейчас, конечно же, кайфуйте от свадеб и невест своих. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.